Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы с вами продолжим серию наших видео, посвященных кат-сценам. И как раз таки сегодня мы непосредственно уже будем снимать, режиссировать, ставить как угодно нашу кат-сцену. Перед этим я, наверное, должен рассказать о том, как подготовиться и что нас ждет, так сказать, в этом видео, как нам упростить создание анимации и так далее. Потому что даже в том же самом каскадере я столкнулся с некоторыми проблемами, о которых пару минут хочу осветить для того, чтобы вам было, так сказать, попроще. Дело в том, что в прошлом видео я не дорассказал того, что следовало бы рассказать. И поэтому сегодня я хочу, так сказать, восполнить пробел. Первым делом я хочу сделать так. Так, я по сюжету, мой персонаж, подходя сюда, увидит, ну, должен увидеть, по крайней мере, что тут на лестничной клетке тенью вот отсюда мы специально подсветим, возьмем какой-нибудь мощный софит. И подсветим тело, которое мы тоже заанимируем. Вот, мы подсветим его таким образом, чтобы здесь был силуэт, на что, в принципе, главный герой и должен отвлечься. Посмотрев сюда, должна запуститься катсцена. Не обязательно посмотрев, мы сделаем, так сказать, здесь вот специальный триггер. То есть главный герой, проходя сюда, запустит для нас катсцену. В самой катсцене анимация будет выглядеть таким образом. Ну, естественно, главный герой поднимется сюда, он должен будет медленно поднять, в общем-то, голову в эту сторону. На проезд камеры будет сначала от левого плеча, потом от правого. Здесь он переместится, ему как раз под финальный момент переместится почти параллельно его лицу, да, направление. И в какой-то конкретный момент, когда он будет поворачиваться, у нас камера сместится таким образом. Наш главный герой уйдет в сторону. Естественно, мы по центру экрана поставим необходимый нам объект, да. То, куда смотрит главный персонаж, для того, чтобы нам было видно. Естественно, фокусное расстояние тоже будет выдержано, потому что сфокусируемся на главного героя. О каких-то моментах, так называемых акцентах, мы будем перебрасывать фокус непосредственно на расстояние до акцента. Далее главный герой будет подниматься сюда. Вот таким образом тоже проездка будет, на самом деле, примитивная, но скрывающая то, что не должен видеть главный герой и, в принципе, вы. Далее персонаж должен будет подойти сюда, поскольку он видел, что тут кто-то есть, но пройти он сюда не может. XYZ School открывает набор на курс по левел-дизайну Outblock. Это курс для тех, кто хочет научиться создавать игровые уровни, мечтает стать профессиональным левел-дизайнером или инди-разработчиком. А также для тех, кто уже создает собственные уровни, но хочет научиться делать это более грамотно. Особой подготовки не требуется. Не нужно уметь моделить, быть программистом или разбираться в движке. Модели и код уже готовы. А замработы в Unity они научат в самом начале курса. На курсе ты получишь фундаментальные знания о прототипировании игровых уровней. Ты узнаешь все про метрики, блок-ауты, восприятие пространства игроками, визуальный язык, композицию, свет, навигацию и работу с разными типами пространств. А в итоге ты создашь собственный полноценный уровень на основе прототипа нашей инди-игры, который можно будет использовать в портфолио. Также будут лекции и о других известных дизайнерах уровней, например, от Макса Пирса и левел-дизайнера CD Projekt Red. Студенты XYZ School устраиваются в Spirosoft, Saber, My.com, Digital Forms и другие студии. Ближайший курс стартует 1 февраля 2021 года. Записаться на курс можно по ссылке в описании. Он захочет сюда посмотреть и уйдет вот так в сторону и будет здесь, значит, озираться. Но тут я хочу сыграть на такую штуку, на вот этот тупой хоррор, вот знаете, классический. Вы наверняка видели такую штуку, что в хоррорах есть главный герой, и вы, как зритель, знаете, что за ним кто-то гонится, но главный герой не знает. Вот, и на этом весь саспенс построен. Таким же образом, таким же подлым трюком я хочу воспользоваться и здесь. В момент, когда он подойдет и будет уже уходить вот сюда, то есть линия его обзора уже будет перекрыта этой стеной, камера будет продолжать следить, да, и медленно уходить в него, и тут начнется какая-то дичь. После чего мы акцентируемся на эмоциях главного героя крупным планом, а потом перейдем снова сюда, и главный герой снова посмотрит щель и обнаружит, что здесь уже никого нет. Для этого нам необходимо будет взять обычную basic геометрию, ни в коем случае не geometry, я объясню почему, да, и начать уже выстраивать геометрию именно таким образом, как она устроена в нашем подъезде. Это нам понадобится для того, чтобы в дальнейшем анимировать непосредственно на этой геометрии и отталкиваться от нее при анимации. После того, как мы простроили форму, нам необходимо будет ее смерджить. Для этого переходим в Windows, Developer Tools, Merge Actors. Здесь жмем Merge Actors, можем вписать соответствующее имя и выбрать директорию. То, что вы выстроили ранее, вы можете удалить, оно нам уже не понадобится. Нам осталось только выбрать ее, нажать правой кнопкой мышки и перейти вот по этому пути. Таким образом, вы экспортируете заготовленный вами меш, смердженный, из вашего проекта на ваш компьютер. Сейчас мы с вами находимся в программе Каскадер. Как ей пользоваться, я показывал в предыдущем видео, которое появится вот сейчас. Вы можете перейти по ссылке, посмотреть и перейти непосредственно к этому видео. В своем сообществе в ВК и сообществе на Ютубе я показывал эту анимацию. Люди говорили, что она вполне нормальная, но мы-то знаем, что это не так. Просто я все косяки скрыл движением камеры, ее дрожанием, пошатыванием, быстрыми проездами-наездами. Таким же образом мы с вами поступим и сейчас. Итак, смотрите, какую я сделал анимацию. То есть главный герой будет вот так подниматься. Видно же, что она дубовая. Вот он, посмотрит наверх. Это то, о чем я говорил. Теперь мне лень было делать вот эту анимацию переход сюда. Поэтому я решил счетырить камерой и сделать также проездку в эту сторону, где у нас будет сопровождаться герой нашей камерой. Здесь он поступит в следующем. Обратите внимание, видите, как плохо все санимировано. Но когда камера движется, все эти косяки не особо и видны. Теперь вот он ушел с линии обзора, вступает в следующий персонаж, в эту пьесу. Вот он, видите. Я сделал это в стиле Сайенхила. Вот. Знаете, чем это обосновано? Вот если возьмете психологию собак, побежите на собаку, начнете вот так размахивать руками, кричать, то собака либо атакует вас, либо сбежит. Вот собаки, как и в принципе мы, быстрое, неадекватное, резкое поведение воспринимаем, так сказать, с опаской. Скорее всего, на этом и построен данный прикол. Также о том, о чем я забыл поговорить в прошлом видео, так это о вот этих вот режимах, так сказать, интерполяции. В чем, значит, дело? Я сейчас вам просто покажу наглядно. Обратите внимание, вот тут вот крупным планом, как двигается наш персонаж. Сейчас он вроде движется логично, не так ли? Ножки у него отрываются. Но, если мы перейдем в режим безе, и тут, то вы увидите, что у нас персонаж поплыл. То есть он скользит. Видите? Он начал скользить. Это происходит потому, что контрольные точки, вот эти вот, стремятся в указанные координаты по наикоротчайшему пути. Вот. Поэтому здесь я переключил на режим линейной интерполяции, что позволяет анимации быть более настоящей. Чтобы вы понимали, у меня практически вся анимация построена была на именно линейной интерполяции. Это когда вы ставите точку и двигаете не AutoPosing Tool, а просто двигаете точки. Потому что AutoPosing Tool старается всегда вас поставить в боевую стойку. Он не даст вам просто идти по улице. Он вас будет ставить в боевую стойку. Если вы выдвинете левую ногу вперед, правую он раздвинет сильно направо, как будто вы стоите в боевой стойке и так далее. Вот. Поэтому здесь я использовал именно вот эту вот линейную, так сказать, интерполяцию. И, как я уже сказал, тут, наверное, было почти все. Но вы видите, что здесь большинство синих, так сказать, интерполяции в режиме безе. Что я делал? Я устанавливал вот таким образом ключи. И, допустим, тут. Вот. И между ними я уже устанавливал безе. Так сказать, поддерживающие ключевые кадры. Видите? В таком случае у нас, можно сказать, соблюдается плавная последовательность наших анимаций. Когда мы поддержали их ключами, расположенными в середине. Вот. Как видите, все анимации у меня, даже анимация моего врага, она у нас на одном таймлайне. Для чего? В Unreal, в самом проекте, мы с вами все красиво нарежем. В общем, насчет странного силуэта, я решил сделать вот так. Тоже нечто непонятное. Но тут я, вот, сделал несколько ключевых кадров, и теперь с зажатым шифтом и средней кнопкой мышки, я вот таким образом продвигаю. Сейчас, несколько раз, я скопирую. Давайте посмотрим, что получается. Вот тебе и Silent Hill. В общем, тут все, больше я ничего делать не буду. Я, значит, делаю экспорт без меша. Переходим в проект. Начинается самое интересное. Давайте импортировать нашу анимацию. Я ее просто-напросто беру левой кнопкой мышки из папки и закидываю. Здесь важно выбрать тот скелет, который нужен именно нам. Можно и без этого, конечно, но тогда создастся новый скелет, зачем он нам нужен. Давайте посмотрим, как у нас работает анимация. Для начала у нас тут будут только руки. Вот для этого я, значит, заменю на Skeletal Mesh и Apply to Asset. И именно на этой анимации у нас будет именно этот меш срабатывать. Давайте посмотрим. Silent Hill. Переходим в Cinematic. Создаем Level Sequence. Я выберу специально папку. И здесь, значит, вот так вот катсцены с лестницами. У нас открывается вот такая штука. Поначалу в ней абсолютно ничего нет. Да и в принципе, наверное, на локацию необходимо будет добавить тоже актера. Не актера, а именно вот эту вот анимацию. Вот. Я установлю ее здесь. И, если помните, нам необходимо будет запустить ее таким образом, чтобы ножки ровно встали и здесь, чтобы не было так, что он провалился внутрь. Я перейду в секвенсер и здесь правой кнопкой мышки написано актер в нашу секвенцию и найду нашу анимацию. Она, если помните, называлась Stairs Anim. Мы ее добавили. Мы добавили самого актера, а сейчас необходимо саму анимацию добавить. Stairs Anim. теперь, если я буду делать вот так, видите, да? Что, я идеально поставил, что ли? Да быть такого не может. Давайте проверять. Уже видно, что не... Смотрите, он ногой ударился, что ли? Так, вот так вот он. Да, и правый Ctrl и левая кнопка мышки увеличивает количество, так сказать, кадров, а правая кнопка мышки вот так вот отстраняет. Видим, да? длину нашей анимации, поэтому мы с вами делаем вот так. Нам, на самом деле, не вся анимация будет нужна. Вот, значит, смотрим, вот он поворачивается как скала прям. И вот тут самое главное, вот то, о чем я говорю. Видите, он, во-первых, далеко, значит, он здесь у нас должен был прикоснуться рукой, но я ничего банальнее не найду, кроме как перейти вот так вот в такой режим и вот так вот подвинуть. Вот так. И тут вот вылезет нечто. Но мы это нечто с вами обрежем и выше поставим. Вот. Поэтому для нас анимация заканчивается вот здесь. Всё. Эта штука позволяет установить ограничения. Допустим, если я запущу, сейчас он приплывёт, наш аниматрон. И видите, дальше у нас не пойдёт, но всё равно мне что-то не нравится, он не так должен был. Вот. В чём беда? Я вам рассказывал, что анимация деревянная, я собираюсь её закрывать камерой. Я это сделаю так. Видите, вот здесь изображение камеры, вы его нажимаете и у нас появляется камера. Сейчас, в данный момент мы вращаемся, мы вращаем именно камеру, которой мы будем снимать. Вот. Если вдруг произошло следующее, вот, вы нажали и переместились в камеру, вы сейчас находитесь в камере игрока, то для того, чтобы снова включиться в неё, жмём вот эту кнопочку и вы снова в камере именно для съёмок. Я отмотаю назад. Вот таким образом будет начинаться наша катсцена и для того, чтобы поставить ключевой кадр, у нас здесь есть трансформ. Вот так. Я нажал на ключ и секвенсер запомнил, где у меня находится камера. И логично, если у нас анимация чуть пройдёт дальше, и я сделаю вот так и нажму трансформ, то теперь вот в этом кадре, то есть у нас в этом кадре камера стояла сзади, а вот в этом кадре она здесь. То есть у нас получится плавная интерполяция. Здесь я собираюсь сделать вот так. Но мы с вами будем на самом деле это всё тестировать, чтобы оно красивее выглядело. Это пока только на метке. Слишком сильно, по-моему, анимация двинулась, нет? Камера точнее. Да ладно, потом исправим. Значит, наш герой уже подходит сюда. Надо сделать так, как-то, чтобы наверно вот так жму. Что получается? Получается не очень хорошо. Камера вылетает, делает круг. Тоже могу объяснить почему. Просто слишком резко камеру нельзя поворачиваться, и она вместо этого поворота поворачивается в обратную сторону. Если вам это необходимо именно в эту сторону, то вращаете камеру по ротейшену, передвигая соответствующее. Понятно, да? Я надеюсь, понятно. Жмем. Что у нас вообще там получается? Угу. Вот в этом моменте у нас должно быть вот так, и как бы снизу вверх. Вот. Теперь я хочу, чтобы он оборачивается, и мы делаем вот такой акцент с так сказать наездкой, чтобы по центру объект, тот, на который он смотрит. Тоже ставлю трансформ. Давайте посмотрим, что получается. Вот. так, а можно на самом деле больше плеча взять, чтобы было видно больше персонажа. То есть вот он поднимается, и вот он акцент. как в фильмах. И тут камера на самом деле должна была уже уехать сюда. То есть вот она сделает вот так. Она здесь должна на самом деле наверное чуть-чуть задержаться. Или нет. В процессе решим. Он видите здесь появился у меня. Это все надо скрыть. Значит нужно увеличить время перелета. Вот. тогда у нас получится сделать вот здесь вот ключевой кадр. Этот кадр убрать. Он сюда подлетает. И теперь мы продолжаем двигаться за нашим героем. А тут вот так. Делаем акцент именно на анимации. То есть то что персонаж вот как он смотрит. Так сейчас мы уже должны смотреть туда. Вот так. Так что выходит? вот и мы сюда смотрим а он ушел и мы еще видим что тут происходит на самом деле. А потом она приблизилась к главному игроку для того чтобы запечатлеть его эмоции. Теперь она снова будет уходить сюда. Я нарочно не показываю что там и только теперь я показываю что там. Да здесь резко так не хочу чтобы было. Вот этот уберу. То есть и вот этот момент сюда надо. Здесь вот тоже наполовинку возьмем потому что нашего персонажа тоже должно быть видно. Типа это он смотрит. Да и вот так ну ка проверим. Видим чук пролетел. Так резкие резкие вот эти резкие наезды нам не надо. есть он будет вот так. Проверяем. Тоже вот это вот туда сюда не нужно было мельтешение вот это сюда не надо. Вот этого вполне хватило бы. Так вот первая фаза закончена. Значит я сохраню специально текущий секвенсор и здесь нарежем сейчас анимацию мы заходим внутрь нас интересуют конкретные секунды. Вот они забыл сказать что лучше для начала создать дубликат анимации захожу внутрь и естественно на тот же момент отматываю анимацию и в принципе отсюда уже можно начать. Нажимаем правой кнопкой мышки и тут написано удалить от 0 до 587 кадра на котором мы сейчас находимся. Бам! И у нас начинается вот анимация дальше она заканчивается бам! удалить от 48 до 131 и у нас есть готовая анимация я ее сохраняю обязательно или бы apply далее я хочу еще одну сдублировать анимацию которую назову 222 снова зайду в нее но теперь нас интересует вот этот конечный беспредел который почему-то так нас вот это вот ужас саммитивили интересует удалю пока что до 674 тут уже будет легче настроить снова сохраняю и вот у нас уже есть то что нужно но это будет отдельно от кат-цен устанавливаю сюда анимацию 3 единицы обратите внимание что сейчас наша анимация находится непонятно где вот она жмем правой кнопкой мышки сюда pivot set pivot set pivot offset сюда ну типа установили и теперь снова этот pivot и установить только что измененный нами pivot то есть если я сделаю так сделаю так он останется на нужном нам месте установил нашего монстра на уровне глаз но и тут абсолютно таким же образом я хочу добавить вот хочу добавить еще одного актера в секвенцию он у нас назывался 111 насколько я помню правильно и у него же выберем анимацию которая называется таким же образом и в нужный момент видите она будет запускаться самое главное нам подобрать сейчас тот самый момент наш персонаж вот так подойдет вот мы берем ту анимацию и передвигаем ее сюда и тут оп так и тут вроде бы анимация все больше нет ну в общем понятно давайте переключимся в нашу камеру и посмотрим как оно от лица именно зрителя понятно вот такие вот пироги теперь приступим к фокусировке на самом деле фокусировку можно устанавливать и с помощью пипетки но я мне почему-то нравится устанавливать ее с помощью именно ползунка таким образом я чувствую полный контроль я беру ну можно и для начала так сделать вот но таким образом у меня не замыливается фон я хочу вот так вот здесь замылить и вот обратите внимание не забудьте вот так отодвинуть иначе когда вы будете тыкать у вас не пройдет потому что вы будете попадать по букве за которой прячется ваша кнопка теперь вы нажимаете буньк вот я нажал у меня здесь появилась кнопка вот вот эту штучку не забудьте открыть потому что она скрывает ключи далее мы просто следуем за нашим героем проверяя все на правильную так сказать фокусировку вот видите здесь уже фокусировка начала замыливаться я отодвигаю назад снова устанавливаю здесь ключ и провожу до места на котором фокусировка была сбита и подстраиваю ее снова устанавливаю ключевой кадр теперь видите наш главный герой обращает внимание на вот это тоже надо будет убрать ящик на акцент да вот где-то здесь я нажму сейчас ключ и сделаю расфокус точнее сфокусирую все на том куда обращен взгляд героя на том на чем следует нашему зрителю сделать акцент теперь он уходит в эту сторону и тут я снова ставлю выбрав камера компонент ключевой кадр для того чтобы сакцентироваться именно на главном герое снова ставлю ключевой кадр и он будет плавно переходить в фокус на главного героя тут я также хочу до вот этих пор то есть фокус должен быть жесткий довольно таки и вот когда мы смотрим непосредственно фокус есть значит теперь во видите мы уходим блин я испугался господи я забыл что там эта штука есть да мне здесь следовало поступить иначе вот вот этот вот момент расфокус его надо убрать таким образом он да сразу будет видно мне незачем это играться тут значит такая штука вот так теперь я хочу чтобы в нашей кассе не были звуки да и во первых я хочу чтобы у нас был звук шагов от нашего персонажа потому что без шагов в тишине так сказать очень не круто для этого я зайду в анимацию нашу стейрс аним которая базовая и тут на таймлайне можно сделать следующее у меня уже заведомо есть такая штука вот она шаги вот кьюе вот я показывал в прошлых видео как она устроена я думаю вы если что разберетесь так вот здесь я хочу эту кьюе и использовать то есть шаг вот в этом моменте допустим у нашего персонажа да должен воспроизводиться звук я здесь возьму правую кнопку мышки аним notify play sound и выбрав этот play sound мы в вкладочке details вот steps у нас уже сработал то есть да но как-то слишком рано это все то есть должно быть наверное так как-то вот и таким же макаром copy paste можете делать в общем вот что получилось вот теперь давайте посмотрим именно как оно будет выглядеть в секвенсере бедали а теперь давайте добавим звук бумомента тут он на самом деле где-то у меня был в sounds вот не не тот это знаешь откуда эти рамы мой папаша был алкаш изверг ну ладно давайте не об этом как оказалось этих аудио в проекте не было в общем я их добавил и вот как они звучат мне нравится в общем вот этот звук первый он будет мы же еще помимо этого сделали анимацию такого дергания то есть она будет запускаться тогда когда наш главный герой увидит наверное вот эту штуку вот а это именно вот как раз вот в этот момент но мы сейчас с вами конечно же все наметим посмотрим и выберем потом то что будет лучше в данном случае и так вот здесь да вот так вот раз то есть я здесь хочу сейчас добавить аудиотрек бам он у нас так сказать запузырился жмем плюс и выбираем наш аудиотрек в данном случае это наверное был бу 2 давайте проверим да хочу посмотреть как это будет от лица камеры еще ambient добавим ну конечно там следовало продолжить катсцену но я оставляю это на ваше усмотрение вот ambient насколько я понимаю у нас и так будет видите у нас и так есть ну можно конечно если хотите добавить музычку так давайте вот это сейчас пока сохраним и поработаем конкретно с актером который будет запускать и допустим найду вот этот катсцену она улежит в папке animations и создам blueprint класс actor вот так я назвал этого актера заходим внутрь здесь я сразу выберу skeletal mesh не важно на самом деле как он будет называться тут я выберу к нему наш манекен скелетон есть предлагаю его сразу уже установить сюда да и потом в общем то мы вот эти светло источники не нужно уберем это просто для того чтобы мы могли сейчас работать также необходимо будет поработать с спавном и деспавном наших актеров и анимаций чтобы так чтобы не получилось так что мы придем а здесь стоит какой-то меш который потом начинает проигрывать анимацию и останавливаться здесь и стоит я думаю вы со мной согласитесь что это будет выглядеть несколько неправильно в общем я собираю сейчас по какому-то триггеру допустим самый обыкновенный триггер вот здесь сделаем бокс бокс коллизию не важно на самом деле где она сейчас находится вот здесь или здесь мы ее будем настраивать кастомно вот мы можем вытащить вот здесь панель компонентов выбрать конкретный допустим компонент и передвигать его и масштабировать ровно так как нам необходимо такой хороший бокс чтобы наш персонаж просто-напросто не смог не пройти сейчас сделаем по-простому а далее уже будем конкретизировать на кого будет реагировать триггер потому что дальше мы будем делать тупых ботов которые будут тоже пересекать наши триггеры и благодаря чему будет запускать анимация согласитесь нам это без надобности я сохранил наш blueprint класс actor здесь сразу значит add event for box и здесь можно вот так выбрать begin overlap можно выбрать вот так хочу отметить что таким образом я наверное вот так сделаю что таким образом можно вытаскивать к любому компоненту если у него конечно такие есть какие-то события например компонент он компонент hit позволит нам вытащить допустим если мы сделаем break и вытащить куда попала пуля допустим вот мы можем узнать какую кость попала наша пуля это очень удобно если мы делаем допустим у нас будет дробовик или винтовка от которой от выстрела по ногам то есть будет отлетать красиво импульс будет идти по ногам то есть персонаж будет лицом биться пол если он стрелять в грудь он будет соответственно красиво отлетать он будет падать и корчиться от боли вот по мере моих возможностей я это делать умею так как я это сам себе придумал вот при попадании в ногу допустим с автомата или в голову видно будет что импульс передан на голову и он падает намертво если в грудь или в горло будет держаться за горло с этим мы с вами еще поработаем но сейчас давайте не об этом это конечно все очень интересно но тут нам нужно Begin Overlap сделать во первых я сделаю тут Do Once для того чтобы активировалось только однажды хотя можно конечно сделать после проигрывания так и лучше будет мы полностью уничтожим актера но давайте сейчас сделаем так да мы берем значит у нас кто-то зашел в нашу коллизию и что-то должно произойти например должна произойти Play Animation у кого у этого скелетного меша вот внизу я уже вижу Play Animation ничего сложного подбираем нужную нам анимейшн она кажется называлась 2 2 2 да и беда в том что они анимации не раздельны и получается когда я вытаскиваю вот таким образом анимацию она окажется наверху просто потому что мы ее обрезали вы же помните судя по всему наш персонаж будет на потолке но мы это поправим например это мой косяк нужно было отдельно анимации экспортировать сейчас посмотрев это видео я думаю вы сделаете все правильно экспортировав анимации по отдельности или сделав сделав их по отдельности но сейчас я просто выкручусь из положения и все равно сделал то есть вот playanimation я возьму нашего персонажа так же естественно его поближе поставлю вот если у вас не получается запустить вашего персонажа оттуда откуда вам нужно а он спавнится из нулевых координат в таком случае вам следует выбрать вашего персонажа и вписать вселение и включить нулевого игрока и тогда видите вы появитесь ровно там где это задумано то есть я сейчас быстро сейчас должен триггер сработать да и получается анимация сработала наверху так еще необходимо что-то с этим делать я знаю в чем дело с этим разберемся позже давайте сначала мы с вами настроим вот эту штуку я сделаю вот что я здесь во первых сделаю лупинг и запущу от event begin play то есть я нажму play и он в идеале у меня да вот здесь чечетку танцует поэтому я могу просто обратиться скелет с компоненту который изначально будет не виден настрою вот так как мне надо да это на самом деле неправильно и видите свет будет только порисироваться он будет вот туда света мы потом поиграем мы сделаем да оно будет вот таким вот образом запускаться тоже будет по нашему так сказать событию вот сейчас оно будет запускаться значит выберу место я сейчас выбирал simulate просто что проверить и так выберу во вьюпорте теперь оно сработает только вот когда я зашел вот да и допустим когда катсцена стартует она стартует именно в этот момент то есть персонажа вот так повернет и начнется катсцена вот именно когда она стартует этот меш должен будет исчезнуть для этого я возьму меш вот и сделаю его невидимым дальше когда произойдет вот это и произойдет play animation пускай она первая запустится эта анимация мы здесь установим set visibility установить установить видимость и включим новая видимость new visibility вот дальше мы по дилею будем отключать но сейчас мы пока просто собираем составные части нам необходимо будет сейчас вот это сделать логику это 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 потом когда будем обкатывать доведемся до идеала давайте проверим но видно что его теперь нет да так он появился все таки я понял что нужно сделать вот как здесь как раз таки можно и делайчик поставить такой костыль пора вот эти вот микросекунды миллисекунды они решают так это есть вот это есть теперь нам необходимо будет запустить катсцену как я сделал вот это на примере с нашим с нашей коляской вот видите здесь тоже do once play animation сама получается коляска потом персонаж delay и вот create level sequence player подключаю к него саму секвенцию через которую я сделал переменную и выбрал в ней допустим cut sense а это другая она тоже похоже так называется да и потом вытаскиваю отсюда sequence player и запускаю вот что мы сейчас и сделаем давайте создадим переменную она будет называться sequence да просто теперь нам необходимо выбрать соответствующий тип он у нас называется level sequence в общем мы с вами создали переменную мы с вами выбрали соответствующий тип здесь нам теперь необходимо выбрать именно нашу катсцену она называется stairs катсцен катсцен если вы помните да дальше я вот так вот сделал ну как я делаю я вытащил я знаю level sequence и какие вот create level sequence player я не знал заведомо я просто написал level sequence и что я могу с ним сделать вот у меня такая штука создалась и тут я вытащил out actor и просто написал play какой именно play я не помню play вот play sequence player давайте проверим то есть проходя через у нас там еще будет персонаж вот этот дергаться пока мы его не убрали давайте для начала просто проверим будет ли это работать то есть мы пересекаем нашу бокс коллизию вот эту у нас значит запускается анимация меша неважно дальше delay видимость включается дальше запускается наша катсцену давайте смотреть определенные какие-то проблемы с анимацией хотя проблем никаких нет на самом деле вот как она делается теперь переходим к нашему секвенсору вот это вот анимация видите три единицы она должна сработать лишь раз а потом исчезнуть раз и навсегда здесь есть такая штука она называется спавнер нам необходимо выбрать конкретного нашу анимацию правой кнопкой мышки и конвертировать в спаунабл ну типа в то что спавнится и у нас добавится специальная вот такая строчка да мы выбираем вот здесь нашу нашу анимацию в общем изначально она не должна быть включена анимация но тут в какой-то ключевой момент значит я отключаю спаунер ставлю ключевой кадр то что здесь нет ничего его пока нет и включим вот на этом кадре допустим мы сейчас включим видимость ему и поставим соответствующий ключ вот видишь его нету в идеале потом он раз отработал свою задачу мы так же делаем ключ что он якобы есть и потом спустя один кадр он должен исчезнуть и я ставлю ключевой кадр и так вот да только вот я не могу понять вот этого кто он такой так если я сейчас включу simulation а его тоже не будет ну и хорошо давайте проверим еще раз звук не сработал так ну мы поняли что она работает так cutscene actor да и аудио почему-то слетело ну давайте добавим аудио еще раз наверное знаете как я сейчас сделаю я найду эту анимацию 222 которая вот она вот допустим оно вот так вот видите где у нас расположен актер то есть вот так у нас будет анимация теперь мне нужно каким-то образом источник света нас правит ровно так чтобы он наш меш красиво освещался вот и наверняка источник света нужно будет переместить сюда либо здесь немного расчистить потому что не все попадает и не весь свет попадает на нашего персонажа так сейчас мы видим что наш персонаж полностью освещен вот но тем не менее такое ощущение как будто мощности не хватает да и дальности не хватает похоже вот теперь у нас есть дальность но персонажа по прежнему не видно а нет вот видно его да но нам нужно чтобы он был не здесь а вот тут вот значит давайте играть со светом вот смотрите как вот так ну не так ну не так конечно мы сейчас более явно сделаем вы что мы разработчики игр вот так нам ведь никто не запретит никто же не видит что здесь происходит правильно то есть нам с этой стороны абсолютная дичь видна о господи вот поэтому мы возьмем также вот этого актера то есть мы его естественно вот так подняли да правильно здесь этого актера мы также поднимем вот до этих пор ну да мы же визибилити не сделали поэтому его не видно давайте смотреть просто катсцены я отключил во только еще правее да прям я тебе говорю прям топчик раз ну-ка вот опа во-во-во-во дичь дичайшая просто то есть должно быть так мы типа становимся нас раз в точку и потом пошла катсцена вообще дичь дичайшая сохранюсь так теперь нам нужен дилей прежде чем мы запустим всю остальную логику нам нужна какая-то логика которая поможет нам в захвате нашего персонажа вот для этого я также установлю в этом проекте такую штуку называется Arrow она пускай будет видимая я точно не знаю как ее правильно координаты но будем думать пока пускай так как я использую Arrow я обычно беру Arrow вот так вот и переставляю ее в то место этот Arrow где мне нужно со спавнить нашего персонажа или что с ним нужно сделать обычно спавнить персонажа по гроину по паху поэтому наверное нужно необходимо будет его вот так поставить немножко на возвышение мы это все проверим дальше ребят к сожалению на этом моменте я вынужден с вами попрощаться попросту потому что видео получилось очень огромным мне пришлось его разделить на целые две части но не переживайте оно выйдет уже скоро скорее всего на этот момент оно уже лежит на ютубе и ждет так сказать своего часа в следующем видео мы с вами сделаем захват персонажа поворот его в общем для того чтобы он увидел сверху товарища которого Кондратья хватило вот эта тень значит если вы видели в интро этого видео у нас сверху падает кресло каталка мы сделаем тоже и ее включим ей физику выключим ей физику персонажа также сделаем ему телепорт потому что катсцена начинается в одном месте заканчивается в другом стало быть необходимо взять персонажа переставить повернуть его там выключить фонарик потому что при просмотре катсцен фонарик все-таки светит и видно что он светит в общем ребят встретимся в следующем видео я хочу поблагодарить вас за вашу активность у меня канал ожил статистика ожила мы значит плюси люди подписываются все благодаря тому что вы ставите лайки возможно кто-то делает репосты это все влияет на ранжирование и мы значит идем вперед это очень приятно сообщество ожило там прям видно что люди читают просматривают то что я пишу то что я публикую потому что я хочу чтобы вы тоже были на связи чтобы вы не терялись вот как-то даю о себе знать вот на этом все ребят спасибо за просмотр если все гуд ставьте лайки знаете что вы я их не просто выпрашиваю как какой-то блогер они действительно помогают мне в продвижении моего канала как вы заметили у меня появилась реклама только благодаря вот этому так что ребят еще раз спасибо встретимся в следующем видео надеюсь вы ждете всем удачи всем пока субтитры субтитры